Украина отмечает День миротворца. Начиная с 92-го года, украинцы приняли участие почти в 30 международных операциях по поддержанию мира. Теперь мы ждем миссию ООН на своей территории. Любовь Кукла пообщалась с миротворцем, который прошел две войны. Снится. Раньше снилось часто, последние года три реже. Это Андрей Качуков. История его голубой каски началась в 96-м году в Сомали. Туда он уехал с миротворческой миссией. Мы обеспечивали конвои, которые шли с продовольствием, с гуманитарной помощью. Мы обеспечивали организацию и затем поддержку лагерей беженцев, вывод мирного населения в случае обострения конфликта. Конфликт в Сомали так и остался замороженным, миссию решили свернуть. Тем не менее, история продолжилась уже в Югославии. Очень яркий такой был момент, когда, представьте себе улица, которая с одной стороны, там находятся две противоборствующие стороны, и там, и там сидят снайперы. И посередине улицы, вот как по разделительной полосе, дети идут в школу. Шаг вправо, шаг влево стреляет любая из этих сторон. Напоминает Донбасс, не так ли? Я был совсем молодой еще. Я бы сейчас, если бы мне сказали сейчас, я бы, наверное, не согласился. То есть, это совсем не та романтика, которую... А тогда это же, но это же интересно. Это риск, вы согласны? Это риск, это адреналин. Кроме этого, еще есть определенный там раж, вы понимаете? То есть, вы находитесь в зоне каких-то активных действий. Зон подобных активных действий немало по всему миру. За 26 лет 44 тысячи украинцев приняли участие в операциях в Косово, Боснии и Герцеговине, Восточной Словонии, Анголе, Македонии, миссию БСЕ в Батемале, Таджикистане, Афганистане, полуострове Сиро-Леоне, миссию БСЕ в Грузии, и это далеко не весь список стран. Миротворческая деятельность или участие в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций для любой страны – это огромный престиж, политический престиж. И экономическая выгода, потому что все оплачивается из бюджета ООН. И государство на этом может даже еще заработать. Но теперь настал наш черед принимать миротворцев ООН. Из-за войны на Донбассе они нам попросту необходимы, считают эксперты. Если только станет вопрос о выделении нам миротворческой миссии по мандату ООН, то, поверьте, будет очередь из желающих стоять. И мы сможем отобрать тех, кого мы хотели бы видеть в составе этой миссии на нашей территории. Но не все так просто, как хотелось бы. Миротворцы ООН появятся в Украине только тогда, когда мы и весь мир признаем, что на востоке Украины не просто агрессия, а полноценная война. Любовь Кукла и Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер.